я вас приветствую одеваюсь и иду покупать вот этот компьютер вот его тут написано цена 897 у них есть какой-то промо-код с промо-кодом будет вот смотрите 713 я позвонила этаж в интернете можно купить а я позвонила в магазин и спросила если я приду и буду покупать прямо в магазине могу я использовать этот промо-код можете вот я позвонила иду значит он тут рядом продается на queen street когда вернусь расскажу тоже идут все утро шерстила какой мне купить и когда вернусь расскажу и меня были требования наконец-то я откопала нечто похожее на свои требования пошла магазин а вот и магазин куда я иду в таком потрясающем доме это тот же пятак где мы вчера с вами ходили потом за спиной двух шагах мы моя доктор а вот если пройти туда два шага там супермаркет магазин называется пиби тек сейчас мы туда и зайдем где так сказать приспособленное здание для магазина вот магазин а вот такое интересное объявление написано tax free shopping is available here это значит он работает еще и как duty free то есть если ты купил и улетаешь от нас то есть тебя не будут брать этот как он там называется ндс вспомнила по-английски gst так ну ладно заходим это вместе с данным которым я восхищалась вчера смотрите такой холл знаете все такое мощное такое массивное судит мраморе такое ощущение создается знаете что до такой массивности а я думаю если вдруг землетрясение развалится на и нечего делать потому что мой дом и все остальные новые дома они здесь построены на сваях так девушки так громко разговаривает шеек перекричать не могу так тут мне нравится в этом здании такая лестница красивая на представьте себе дамы и джентльмены спускались по этой лестнице ужас а такая крутая я в этих лестницах подки пока не пили раньше так все захожу в магазин там уже должны были мне отложить ой так магазин ничего снимать не буду после того как я позвонила они мне прислали такое сообщение ее удар и удар это твой заказ из рейди по коллекцию то есть готов забрать о извините этот на улице по queen street айди и стрихвает это же паспорт взяла мне его не спрашивали вот магазин пибитек так цель закончили я пришла показала паспорт никто не требовал айди это удостоверение личности ну обычно здесь используется это когда там называется скажите драйвер-лайзенс как это права права на вождение коробочка уже стояла ожидала меня ой все падает вот тут заказ уже приклеены и коробочка что там коробочки кто его знает на нем не написано на коробочке то что то и нет названия как я заказывала ну коробочку мы дома распечатаем хотели дать мне какой-то свой здоровенный такой пакет с ручками я сказала не надо меня таких пакетов полно нашла у себя я пришла уже с пакетом как советский человек я пришла с пакетом поэтому поэтому со своим даже мне девать некуда зачем их набирать так заплатила я вот сколько я заплатила вот я заплатила 713 долларов за него как было договорено так иду на автобус то там где машины стоят за ними там автобусная остановка я иду на автобус и домой распечатывать что я купила я не видела что я купила все в коробочке вернулась домой не очень быстро потому что там рядом зашла в магазин с бразильской обувью там где мариночка работает моя знакомая хорошая девочка про болтали с ней про болтали то я не знаю частные на болтали ну вот у меня тут уже покупатели к ней зашли в магазин но думаю все надо идти домой пошла домой значит позади как говорится в первых строках своего письма хочу рассказать чего-то вообще мне стукнуло в голову идти покупать тем более что у меня есть вот этот вот работающий которыми я так сказать занимаюсь ежедневно знаете я же не помню этот который я купила какой он у меня по счету ну таких стационарных которые на столе стоят у меня было три наверно там начиная с 2000 года вот за двадцать четыре года было три а этих так я даже уже посчитать не могу сейчас посчитать один два три четыре пять это шестой вот такой готов значит вот вот это тоже я показывала это тоже я пошла и купила и то что лежит в коробочке значит компьютер работающий он меня довел сегодня до ручки у меня уже давно доводил и вообще даже самого начала я когда его купила вот вроде хороший был вроде бы нормальный а потом в нем и памяти так вообще обладеть сколько было один терабайт которая мне сто лет не надо я ничего не храню компьютер я не храню там никаких видео никаких фотографий от чистоту что я вот сняла видео youtube добавила свою удалила ему их не храню меня не столько места и вообще зачем мне это нужно надо пошел посмотрел там ютюбе но значит в нем есть такой один огромный недостаток который меня раздражает до ужаса он всех раздражает значит что он делает вот если ты пооткрывал несколько окон вот данный момент у меня вот допустим открыто там одно второе третье там четвертое будет открыто пятое вот мне это нужно туда смотрю сюда и это у меня открыто это и вот и в одном окошке что-то поделал переходишь на другое окно а она начинает по новой перегружаться она не открывается у тебя он его не сохраняет так как вот ты его оставил она начинает перегружаться а это не всегда удобно во первых это время не пари во вторых если это открыт какой-то такой действующий сайт он может измениться за это время например фейсбук вот у меня будет открытый то есть я вот открыла и хотела вот именно вот это вот чтобы оно мне оставалось потому что я потом вернусь и что-то там прочитали посмотрю а ты открываешь это окно фейсбук начинает перегружаться и у тебя идет уже другое и тебя это начинает бесить это же не только меня это такая проблема есть у многих людей я пыталась это погуглить там читала читала в гугле пыталась даже что-то сделать ну там конечно там не для таких как я там написано пойдите туда пойдите сюда там какие-то программные файлы там что-то в этих программных файлах делаете это выше моего понимания я не хочу такого делать да я и не собираюсь такого делать это ну знаете там сильно продвинутые пользователи ну может они такое могут делать и вот сегодня я начала так он мало того если ты открываешь там одно окно следующее он думает вот ты нажал там например ну вот ютюб да он не начинает сразу открывать он думает 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 уже тошнит то он начинает открывать а уж если ты там хочешь сразу три окна или четыре по открывать так это вообще в общем он уморил меня своей такой работой я уже давно порвалась пойти купить другой вы знаете самое конечно страшное что вот новый который я купила а вдруг у него тоже будет такое вот это вот перегружение потому что у меня это было вот сколько у меня их там я сказала значит три таких было стационарных вот это пять или шесть таких вот которые а здесь можно держать это было только в одном такое только в этом не знаю чем это связано как это связано в общем сил нету выпил из меня столько крови а вот это я хочу показать это мой был самый любимый это я купила себе самый первый такой маленький маленький то есть у нас был стационарный дочка училась занималась им младшая я там пока она в институте в университете я там что то там делаю ну а вот там уже вечером или как то это она хочет там свое что то я свое то есть понадобилось купить другое ну мы купили ей купили такой другой маленький был за 1000 долларов а этот я купила всего за 500 долларов такой он был классный маленький он назывался hp mini вот такой манюсенький был хороший такой самый лучший из вот этих которые такие все так сказать наколенные или на животные потому что вообще компьютер у меня вот так вот я же как бы в кровати сижу ноги сюда и он у меня так вот стоит и я значит тут это занимаюсь им упражняет самый лучший был никаких проблем все летало ну знаете мини он мини назвался у него такой маленький экранчик тут по моему всего 10 дюймов или может быть чуть чуть больше что-то такое сейчас таких нету как я не шерстила как я не шерстила не первый раз и уже где-то в течение года таких маленьких нету ну конечно знаете когда у тебя что-то любимое оно обязательно должно у тебя испортиться в один прекрасный момент когда он у меня стоял вот так вот а я вот что-то ела я это что-то вылила сюда на клавиши ну все может это можно было каким-то образом ремонтировать каким-то образом еще делать что-то я не делала закрыла пошла купила другой нет дочки дочки уже не нужен был тот который мы ей купили меньше я тем пользовалась потом еще у старшей дочери был такой такой точно она себе купила что-то новое дала мне то я тем пользовалась потом я купила еще один такой сиреневого цвета он где-то у старшей дочери лежит то есть я когда приходила туда в гости я его там открывала чтоб к их технике не касаться он там где-то и до сих пор лежит там работающий ну он такой был очень с маленьким объемом в нем всего было 32 гигабайта я его купила в интернете вообще я даже не сообразила что я купила дешево за 300 долларов помню давно давно уже 10 назад наверное этот я купила наверное где-то году 2019 а потом он вдруг вот это что так работает он вдруг потемнел а мы завтра должны были идти на локдаун двадцатом году я вскакиваю бегу и покупаю другой тот такой большой который у меня недавно упал и так сказать ему царство небесное я начала тем пользоваться а потом этот включила он работает и у меня получилось два работающих в общем я вас уморила уморила я понимаю эти уже не работающие я уже все поскладывала в пакет чтобы в конце концов отнести но вот это он меня бесил бесил сегодня да бесил окончательно поэтому я пошла и купила это эти у меня все которые были они все были hp hp это как-то читается знаете типа хаббард паккард или хаггард паккард ну в общем что то такое там значит фирма такая я решила что хватит мне ими пользоваться такой фирмой куплю другую значит я бы конечно могла купить apple да apple компьютер но для того чтобы купить apple мне нужно тогда менять свой телефон потому что телефон у меня samsung и все телефоны мне были нет первый дочка мне отдала был айкотел потом что-то я самсунги покупала раз-два-три тоже 3 и а к тому надо айфон только купила недавно год наверное прошу или сколько-то около этого уже я буду выбрасывать его слушать 350 долларов на дороге не валяются поэтому приходится покупать такой который не ай не ай и не этот мак знаете почему называется мак а то может не все знают ну потому что в этих операционная система windows а apple у них macintosh операционная система и поэтому сокращенно мак называется ну вот и поэтому как я уже рассказывала я так сказать позвонила пришла позвонишь туда звонишь туда вот хоть открывается звоню туда тоже спрашиваю про заказ меня спрашивает ваш номер телефона я говорю свой номер телефона мобильного другого нету там тюк 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 вас Ирина зовут да вот ты там уже на карандаше как тут каждый магазин любит тебя на карандашик посадить слушайте гляньте на эту карабяку гляньте на эту карабяку на этот компьютерчик ну тут же ой так сейчас упадет карабяка тут же еще эти две половинки шнуров ну и какая-никакая что-то тут есть маленькая инструкция больше ничего нету а это наверное от это влагу впитывает так коробочка коробочка нам уже не нужна коробочка иди сюда так а сейчас же хочу еще сказать двух словах смотрите какой дел я даже не знала что это за компания дел и сижу с мариной же там у нее разговариваю в магазине говоря не знаю чья это компания она так тюк тюк посмотрела это американская компания сделано в китае все 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 сделано в китае все компьютеры делается в китае но теперь хочу сказать а что я в общем то искала значит что я искала искала где этот у меня маленький значит я искала я искала что компьютер был маленький так это я хочу сравнить смотри ну такой да по величине как это я хотела меньше меньше нету не может есть там чуть чуть меньше ну параметры не все подходят значит я искала этот хороший такой довольно тоненький легенький я бы сказала значит я искала чтобы он был маленький это раз во вторых смотрите прокладочка такая аккуратненько серенький я по-моему серенького не было или серенький был второй второй был такой стационарный был серенький так значит что я искала значит размер первое чтобы он был не тяжелый второе чтобы у него а вот это вот оперативная тут память была не меньше 8 гигабайт то что у меня во всех этих которые были там было 4 гигабайта это медленнее работает потом чтобы было общее тут по-моему 200 чем-то общее с головой мне только не надо как я уже сказала я ничего тут не храню потом чтобы стояла windows 11 а не windows 10 даже если будет windows 10 где будет все время цепляться компьютер и будет тебя все время спрашивать а ты не хочешь себе поменять там windows 10 на windows 11 не хочу ничего не хочу делать хочу так пользоваться как есть поэтому чтобы было windows 11 потом я там еще рассматривала тут же какая тут стоит эта система тут intel 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 пентиум какой-то пентиум как он там называется но в общем intel какой-то стоит это да там вся эта начинка я а я еще посмотрела другую эй называется эйди м это какая-то другая система а там есть какие-то знаете такие параметры значит эй ди эм она медленнее работает чем это какой-то товарищи так выросла над собой сегодня пока все это рассматривала и там какие-то есть ко цели и еще что-то трец и надо чтобы было больше даже не буду вам это не себе голову этим забивать не это потому что я поняла что это надо чтобы было больше вот я нашла два таких похожих только цена отличалась один был там длинное название и там было а ай-3 а в этом ай-5 а я думаю ай-5 должно быть лучше чем ай-3 давай я гуглить так сказать название этого там полностью и название того и спрашиваю какой лучше и мне объяснилось там люди вот все что вам надо вы всегда спрашиваете в гугле то что до вас это уже миллион людей спрашивали это сто раз значит ай-5 лучше потому что там вот этих каких-то этих ко больше и за счет того что ко больше работает быстрее я остановилась на этом и поскольку его цена была там 800 с чем-то написано а было написано если ты введешь там какой-то код было стади стади это учеба стади 24 то тебе его продадут за 713 долларов на сто восемьдесят четыре доллара дешевле ничего не купить на сто восемьдесят четыре доллара дешевле ну вот я его и купила товарищи ужас какой-то я вас уморила но на ощупь такой приятненький знаете а уже еще есть такой момент не знаю надо наверное позвонить в русский магазин как я его называю сказка так сюда глаз чеш и спросить есть ли у них буковки вот эти знаете которые наклеивать потому что здесь же нет клавиатуры с русскими буквами у нас не продается такого это у вас там может быть Россия Украина там у вас продается и те и те напечатаны буквы здесь нет и поэтому мне приходится вот тут вот на этом так вот смотрите тут у меня видно или нет бумажки наклеены с буквами ага так это что-то пришло на телефон а еще я могу там писать там писать белой краской ну оно вообще некрасиво так выглядит ну буквы надо потому что так ну я не помню где тут расположены русские буквы тут еще и точки и запятые они там в разных местах ну точки запятые я помню а вот эти вот там восклицательные знаки вопросительные это тоже надо поэтому наверное я позвоню в магазин в этот сказка и спрошу есть ли у них эти русские буковки чтоб можно было так аккуратненько их наклеить очень товарищи какой то кошмар хочу найти где оно включается а я не вижу где оно включается так вот так вот покупаешь купил коробки а потом не знаешь как оно включается товарищи надо поизучать а где ж какая то кнопочка а вот нет это не кнопочка это точно не кнопочка и тут не кнопочка вы интересны а где ж а где ж его включать так ну за этой клавишей точно не включается так так вы знаете я наверное вас это восстановлю на минутку и это поищу где оно включается только остановила и сразу нашла вот 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 а я привыкла что оно где то тут с левой стороны а оно с правой ну в общем охаляем охаляем включаем должно включиться по идее вот тут никакого движения нету батарея должна быть там внутри очень очень интересно может надо источник какой то ставить так надавлю еще раз а ха товарищи это так знаете волнительно и интересно даже иногда хочет работает хочет не работает ой вдруг оно не работает не дай бог я и терпеть не могу я же это неправильно делаю знаете и такое может быть сейчас я попытаюсь его вставить в это в розетку я еще раз вас остановлю извините ну чтоб ваше время не занимать да вставила в розетку только мне пришлось лампочку эту выключить сейчас я еще раз вас остановлю наверно сейчас смотрите как красиво загружается ну в общем то в общем то что тут уже такого смотреть просто мне надо тут вставить тройник и в этот тройник тогда воткнуть и лампу которая на меня светит и этот компьютер пишет just a moment пишет сейчас одну минутку одну минутку одну минутку ну работает машина работает наверное надо батарея зарядится вот оно напишет там что нужно время чтоб батарея зарядилась так надо хоть почитать что оно пишет оно ж тебе машина дает команды что тебе надо делать так is this right country of region New Zealand да спрашивает правильно ли оно написало что это Новая Зеландия да да так сейчас нажимаем yes yes пошло дальше пошло дальше is this right keyboard or yes US да английский US еще можно английский Индия Ирландия Новозеландский да нет мы US поставим пускай будет US знаете пускай будет такой так want your second нет не хочу второй layout не надо layout skip пропускаем это так коннектиться к интернету let's connect your network так мой network давайте коннектим а ну все теперь мне надо найти какой у меня security key в общем машина работает вы убедились в этом сейчас я его выдерну не не буду выдергивать не ну а то так темно получается тогда я вас остановлю еще раз на одну секунду сижу в проводах со всех сторон и знаете что у меня в мыслях тоже идет провод как бы отсюда выйти чтоб не перецепиться и туда не лететь ну в общем машина работает греется тут батарея наверное нет а тут вот это вот там вентилятор вентилируется ну посмотрим будет сильно греться или нет я знаете когда холодно зимой бывает так я вот так руки одной рукой тут что нибудь делаю а вторую руку туда под компьютер чтоб ее погреть ну бывает иногда такое ну вот теперь значит мне нужно дальше все это продолжить тут позаряжать машинку ну как вы видите машинка работает сейчас интернет заряжу ой а потом знаете а потом нужно будет ой вот эти все туда эти параллель явки поводить там нужно найти блокнотик у меня там есть блокнотик и все это туда поводить и он тебе будет спрашивать а запомнить это или не запомнить там на какой нибудь фейсбук или там что там еще я мейл.ру какую нибудь я читаю там ну что там еще на ютуб запомнить а вот когда я буду банки банки туда нет банки не надо запоминать твои эти password называется ну то проходное слово да нет не надо это я держу в голове свои банки не надо поэтому ой это я себе сделала в этом месяце у меня будет день рождения это я себе сделала подарок это рад а еще я хочу сказать я знаете я хочу вас поблагодарить это я подарок сделала от вас себе за прошлый месяц мы с вами хорошо поработали мы вышли на сто тысяч подписчиков я поработала снимая цветное кино для вас такой сериал уже пятый год идет сериал который называется моя жизнь в Новой Зеландии а вы поработали хорошо тем что смотрели и заработали для меня и для нас денежку что дальше то есть вы оплатили оплатили этот сериал тем что смотрели заработали денежку даже осталось вот я купила его за 713 долларов и даже осталось осталось на то чтобы его хорошо объесть поскольку я так сказать не пью поэтому я не обмываю а объедаю вот так поэтому я очень благодарна вам мои дорогие зрители и теперь мы будем с вами пользоваться новым компьютером надеюсь он не будет из меня пить кровь еще раз вам большое спасибо подписывайтесь ставьте лайки и рассказывайте своим друзьям что есть такая титка которую мы заработали на такой потрясающий американский компьютер я вас обнимаю всех крепко-крепко так